Вот мое мнение, естественно, чем морозить детей, то естественно, что дети не должны страдать от холода в школах, поэтому, конечно, это с одной стороны родителям вроде это будет нагрузка, а с другой стороны они не заболеют и будут здоровы. Я обычно, когда училась в школе, если такие были, были такие ситуации, был очень сильный мороз, помню, не разрешали ходить в школу, ну я была с бабушкой, но если нет бабушки, конечно, проблематично, няньку, наверное, нанимать придется. С внучкой сидит, невестка не работает, а сидит. Я маленький ребенок, просто я работаю в театре, поэтому я нахожу, куда водить ребенка. В принципе, если бы у нас в садику, например, у нас был такой период, полтора месяца мы не ходили, то есть, ну, по возможности, если просят, значит, нужно. Я не думаю, что я бы водила своего, вернее, ребенка в холод. Дети должны учиться, отопление должно подаваться вовремя. Мы относимся очень плохо к этому, потому что, мало того, что очень дорого, еще и холодно, и не платят, а во-вторых, это дочке повезло, что я не работаю, поэтому я с ребенком. Почему, неужели наши дети не заслуживают, чтобы греться в тепле, в добре? Вот сейчас нигде нет отопления, отопления нигде нет. Куда наш мэр смотрит? Ну, вообще, я в ужасе. У меня внук ходит в 16-ю школу, тоже холодно, в холоде сидит ребенок. Отопление уже должно быть включено, дети должны учиться, как положено. Уже каникулы у них скоро, и так должны быть. Плохо, что нет отопления ни в школах, ни в садиках, ни в жилье.